Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» в нашем округе прошла с участием историков. Отдел краеведения Центральной Библиотеки предоставил площадку и внес развлекательно-познавательный элемент. Откуда праздник взялся, как менялся и почему вообще так важен для нас? Краеведы обратились к культуре первой цивилизации, шумерской. В ее мифологии особое место занимает понятие «мировое дерево», ведь оно связывает небо, землю и преисподнюю. И день прихода весны они отмечали большими праздниками, праздник длился 7 дней, приносили какие-то дары этому дереву, загадывали желания, просили о чем-то. И вот постепенно эта традиция распространилась на все народы. И у нас, как вы знаете, мы тоже отмечаем Новый год. За 6 тысяч лет воды утекло много. Окончание сбора урожая стало актуальной его посадки. Появилось и распространилось христианство, сменялись календари, строились и разрушались империи. В итоге для нас знаковой стала ночь с 31 декабря на 1 января. А вот в чудо и Деда Мороза многим до сих пор верится. Или нет? Я не помню момент, когда я точно перестала в него верить. То есть были моменты, когда родители прокалывались в каких-то вопросах. Но окончательное мое такое решение, наверное, пришло года 4 назад, когда я точно поняла, что все это мама и папа. Будучи очень креативным человеком и с очень богатой фантазией, я не переставал долгое время верить Деду Морозу и верил, что он за правду существует. Но в какой-то момент во мне что-то, так сказать, надломилось. И может года 2 назад, может полтора, я все-таки отказался от этой детской мечты. Знания о празднике, его истории и традициях проверили и закрепили в викторине. А полицейские предупредили обо всех опасностях, которые могут поджидать подростка в каникулярное время. Здесь и поведение на железнодорожных станциях и путях, автомобильных дорогах, напоминание про тонкий лед, осторожное обращение с пиротехникой и наличие комендантского часа. Особое внимание обратили на недопустимость использования табачной и алкогольной продукции. Мальчик на Блянский квартал, не буду говорить школа, упругался с мамой, решил сделать ей назло. Не знаю, сколько он выпил, но мы же по экспертизе смотрим. Экспертиз показал много. Его мозг просто выключился через 5 минут. Он лежал в коме сутки. Его пытались всякими медикаментозными способами из нее вывести. Конечно, все, дай бог, врачей получилось. Но после этого реабилитация еще около месяца. А где полицейский Дед Мороз, спросите вы. Ведь именно так называлась акция. Все самое сладкое и вкусное осталось на потом. Подарки для детей и уже не предостережения, а поздравления и напутствия. Обещайте себя вести хорошо. Дед Мороз, давай мы смотрим. В нашем управлении стала уже добрая традиция ежегодно принимать участие в подобных мероприятиях, в рамках которых мы стараемся поздравить как можно больше ребят, чтобы подарить им новогоднее настроение и дать им возможность почувствовать атмосферу наступающего праздника. Поскольку именно в преддверии Нового года все дети, вне зависимости от возраста, особенно начинают верить в чудеса. Место чуду, великой случайности остается всегда. А Дед Мороз все-таки не настоящий или... Александр Иванов, Руслан Полянин. Новости Искровэкт.